Если вы сотрудник ОМОНа и избиваете дубинкой безоружный народ, Путин подарит вам квартиру в Москве. Если вы дочь Собянина, то папа, член Единой России, безусловно, подарит вам квартиру в Москве. Но если вы многодетная мать, то вы не получите ничего. Даже если объявите голодовку в знак протеста против существующей бесчеловечной системы. 9 лет назад Ирине Калмыковой сожгли дом в Когалыме. Поджигали ночью со спящими детьми. Именно тогда Ирина Леонидовна перенесла инсульт. Детей чудом удалось спасти. Даже чиновники не отрицают, что это был поджог злоумышленников. Но на этом сочувствие заканчивается. В последнем письме, датированном 2013 годом, некто Путин АА утверждает, что Калмыковой не положено никакого жилья. Они, эти Путины, вообще категоричны. Отрезают так, что больше не вырастает. А Сергей Собянин, начинавший свою головокружительную карьеру именно в Когалыме, взлетел столь высоко, что никакие просьбы и мольбы отчаявшейся матери до него не долетают. Правящая же партия «Единая Россия» заботится о бездомной Калмыковой почти ежедневно. Вызывает полицию, выкручивает ей руки и швыряет в автозак, обеспечивая на ночь крышей над головой с решетками на окнах. Свободу, голодающая Ирина Калмыковой! Свободу! Свободу, голодающая Ирина Калмыкова! Свободу, голодающая Ирина Калмыкова! Позор путкерским фашистам! Созор, а? Созор. В основании? В основании, что тебя... Ворушает общественный порядок. Вы задерживайте, пожалуйста. Вы представились, хоть вообще? За что вы задерживаете? Господин сержант? Соткай меня! Ты мне синяк поставил! Проходите, проходите. В плеч этой рубашке... Господин капитан, за что вы задерживаете? Проходите, женщину. Господин капитан, вы слышите вопрос? Сами покатаемся. Здравствуйте, ой, сколько лет, сколько лет. Здравствуйте, зима. Сейчас дай докурю, что там это ухажено. Докурю, ой, пойду сейчас. Вот задержали еще два. А можете, за что забираете-то? Пожалуйста. 25 дней назад Ирина объявила голодовку. С каждым днем состояние ее здоровья ухудшается. Нужна ли сакральная смерть единороссам, пока непонятно. В любой момент они могут насильственно увезти женщину в ОВД или в больницу, лишь бы не мозолила глаза и не портила имидж, который и так похож на всероссийское пугало. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы журналисты. Хотелось бы поговорить с кем-нибудь из партии «Единая Россия», чтобы получить комментарий по поводу того, что происходит напротив. Вы знаете, я не знаю даже, кто может ответить на них. Ну что, во всей партии никто и не сможет ответить? Я затрудняюсь, кто сможет ответить. Это почему никто не выйдет тогда, если есть неопровержимые доказательства того, что госпожа Калмыкова обманывает, что она на самом деле ездит и голодает? Почему никто не выйдет? Видимо, им так это надо. Я вообще не буду комментировать на наше руководство. Это не в моих правилах. Не в вашей компетенции, да? Конечно, конечно. А вы просто здесь охранник, да? Да, да, да. Руслан Николаевич Курьянов. Да, да, да. Я все равно буду бороться и отсюда не уйду. Я хотела бы сделать обращение к тем людям, которые считают себя, что они власть в нашей стране. Это Медведев и Путин. Я хотела бы сказать, почему в нашей красивой, богатой, самой лучшей, самой, не знаю, как еще сказать, стране такие бездомные, бедные, нищие люди. Почему? Вот эти вопросы я хотела им задать. Почему у нас уходят полтора триллиона на распил в Олимпиаду Сочи? Почему у нас строятся в дворцы, когда у нас по официальным спискам 640 тысяч бездомных детей? Это без призорников. Плюс у нас столько бездомных людей, что когда мне в Единой России сказали, что если вам дать жилье, сюда придет полстраны. То есть они официально заявляют, что полстраны бездомные. Почему у нас сидят люди, которые вышли защитить наши права 6 мая на мирную акцию, сидят в тюрьме, а их дети, жены, матеря сейчас бедствуют и не знают, как заработать и воспитать своих детей на хлеб. Почему плачут их не матеря? Почему пытают людей, похищают людей? Почему происходит это все в нашей стране? Разве это все нельзя назвать геноцидом? Сколько это еще будет продолжаться? Народ встанет и придет. И все равно таких властей нам не нужно. Голодовка Ирины Калмыковой продолжается и сегодня. Самая большая печаль единороссов. Если дать ей квартиру, у их офиса соберется пол России. То есть чиновники согласны с тем, что бездомных у нас полстраны. Какова правящая партия, такова и стабильность. Нищая и бездомная. Если группа чиновников, именующая себя партией «Единая Россия», ведет себя как настоящая шайка бесчеловечных бандитов, можно не сомневаться в том, что однажды найдется другая группа барменов, которые быстро вспомнят рецептуру знаменитого коктейля справедливости. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Александр Шаров. Политвестник ТВ. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ